В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Денис Семяшкин. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов, заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Итак, начнем с главного политического события уходящей недели. 18 сентября россияне избрали новый состав Государственной Думы Российской Федерации. По результатам голосования Ненецкий округ в Госдуме представит единоросс Сергей Коткин. За кандидата от партии «Единая Россия» проголосовало 45,3% избирателей. Регион впервые за последнее десятилетие получил своего представителя в Нижней Палате Федерального Собрания. Если говорить в целом, то среди политических партий лидером выборов в Ненецком округе стала партия «Единая Россия», получившая поддержку 41,1% избирателей. Партия ЛДПР заняла в регионе второе место и набрала 21,8% голосов. КПРФ поддержали 18,4% голосов. Справедливую Россию – 4,4%. Остальные политические партии получили поддержку от 2,8% до 0,2% голосов избирателей НАО. В Ненецком округе после обработки 100% протоколов на выборах депутата Госдумы по одномандатному округу номер 221 победил единоросс Сергей Коткин. Согласно информации «Газвыборы», его поддержали 5,862 избирателей из 12,940 человек, пришедших на участки. На втором месте Александр Саблин, КПРФ, 3,491 голос. Далее идут Андрей Смаченков, ЛДПР, 1,436, Виктор Шустров, «Справедливая Россия», 1,045, Наталья Солуянова, «Родина», 452 и Алексей Лебедев, коммунистическая партия «Коммунисты России», 212 голосов. В едином округе в Ненецком округе по результатам обработки 100% бюллюдей не победила Единая Россия. На втором месте идет ЛДПР, на третьем – КПРФ. Далее – «Справедливая Россия». Коммунисты России, Российская партия пенсионеров за справедливость, «Родина», «Яблоко», «Зеленые», «Партия Роста» набрали от 2,87% до 1,02%. Явка избирателей, принявших участие в голосовании по партийным спискам в Ненецком округе составило 44,81%. Активность избирателей в регионе – одна из самых высоких в Северо-Западном федеральном округе. По информации избирательной комиссии Ненецкого округа, единый день голосования прошел без нарушений и жалоб, в спокойной обстановке. Это отметили и участники думских выборов. «Мне удалось побывать практически на всех избирательных участках города, не только города, еще и в Красном успел съездить. Но мне кажется, что выборы сегодня проходили нормально, в спокойной обстановке, в деловой, везде хорошее настроение было. Но единственное, что я хотел бы отметить, на мой взгляд, не знаю, как итоги окончательные данные по Явке, но мне кажется, Явка могла бы быть и выше». «Все кандидаты вели себя достойно, уважительно друг к другу, уважительно к кандидатам-одомодатникам, уважительно к политическим партиям. Я думаю, что вот как раз день голосования – это пример того, как нужно проводить выборы вот такого уровня». «Все прошло прекрасно. Думаю, эти выборы показали неоднозначную ситуацию. Вот сейчас идут предварительные итоги, которые нас устраивают. В общем-то, все-таки Явка хотелось бы больше, потому что Явка, я так понимаю, что по прошлому выбору примерно такая же. Надо работать над Явкой в первую очередь. Это основное, особенно для оппозиционных партий, это очень важно». «Очень важно, что у нас в этом году была возможность практически у всех оленеводов и у нехтяников проголосовать, потому что реально было хорошее выделено финансированием Центральной избирательной комиссии. И это, в принципе, тоже часть государственной политики, которая у нас в России идёт, и реально любой человек мог проголосовать. Вот и было организовано очень хорошо досрочное голосование в труднодоступных районах». Ровную и спокойную обстановку в единый день голосования отметил и глава региона Игорь Кошин. По словам губернатора, это говорит о политической зрелости общества, жителей Нейнского округа. Это он подчеркнул и на встрече с избранным депутатом в Госдуму Сергеем Коткиным. «Я очень рад, что вы, пройдя широкую процедуру праймерис, партия «Единая Россия», единственная из политических партий на территории округа, провела широкомасштабный, открытый праймерис, вы убедительно победили на праймерис и вчера подтвердили этот результат. Поэтому я думаю, что мы должны, конечно, поблагодарить наших жителей за то, что они приняли активное участие в избирательной кампании. Вот вам наилучшие пожелания, поздравления, ну и, конечно, сейчас он придется с новыми силами включиться уже в новую для вас работу. Я думаю, что мы, прежде всего, должны поблагодарить всех наших избирателей, с которыми вы провели большое количество встреч. Наши однопартийцы участвовали в этих встречах, получили очень многие вопросы, которые необходимо нам еще обязательно проработать, доработать. В связи с этим у меня будет просьба к вам систематизировать всю проблематику, которая была поднята, поактивнее включить, задействовать партийный аппарат, исполком партии «Единая Россия», депутатов окружного собрания, депутатов городского собрания, представителей администрации, с тем, чтобы мы начали эти проблемы планомерно решать. Среди вопросов, которые необходимо лоббировать на федеральном уровне, вновь избранному депутату Госдумы «Социальная защита северян», «Северные пенсии», «Северный коэффициент к заработной плате» и другие. Кроме того, необходимо решать вопросы стратегического характера. Это и строительство глубоководного порта в Яндиге, дальнейшее развитие инфраструктуры Северного морского пути, вопросы по возрождению Амдермы. Сергей Коткин, в свою очередь, выразил надежду на конструктивное сотрудничество, так как о проблемах жителей Ненинского округа знают не понаслышке. «Проехал от Уськары до Шойны, непосредственно пообщался с людьми, получил множество наказов, пожеланий от школьников до людей высокого возраста, как мы и договаривались с вами. Я их все обобщу, все предоставлю. Они все касаются жизни нашего округа. Действительно, жители округа, я, во-первых, благодарю всех жителей округа, что они пришли на избирательные участки. Не зависит от того, какой они партии симпатизируют, независимо от того, какое они вероисповедание, они пришли, проголосовали и абсолютным большинством поддержали партию «Единая Россия». Прошедшие выборы в Госдуму называют уже историческими. Впервые в истории Нижней Палаты парламента правящая партия займет в ней более 70% мест. Из 450 депутатов, заседающих в палате, 343 избраны от «Единой России». Это абсолютный рекорд. Новый состав Нижней Палаты парламента по итогам выборов выглядит следующим образом. Всего в Госдуме 450 мест. Из них «Единая Россия» займет 343 места, КПРФ – 42 места, ЛДПР – 39. «Справедливая Россия» – 23 места. Это их суммарный результат с учетом итогов голосования по партийным спискам и числа побед кандидатов от этих партий в одномандатных округах. Еще два места в Госдуме займут кандидаты, победившие в одномандатных округах от непарламентских партий. В Новой Думе будет заседать лидер гражданской платформы Рефат Шейфуддинов и лидер Родины Алексей Журавлев. Еще одно место займет самоводвиженец Владимир Резник, выигравший в своем одномандатном округе. Напомню, всего в думских выборах по партийным спискам участвовали 14 партий. Проходной барьер преодолели 4 партии. Остальные 10 партий не преодолели 5-процентный проходной барьер. В одномандатных округах победили 203 кандидата от «Единой России», по 7 – от КПРФ и «Справедливой России» и 5 – от ЛДПР. Конфигурация новой Госдумы отличается от предыдущей. Ключевое различие – произошло серьезное усиление фракции «Единой России». В Старой Думе работали 238 депутатов-единороссов. В Новой будет на 105 человек больше. Выражаясь политическим языком, «Единая Россия» получила конституционное большинство. Президент страны Владимир Путин на следующий день после выборов поблагодарил всех граждан, которые пришли на избирательные участки и выразили свою позицию. Люди проголосовали за стабильность и задачи властей, отметил глава государства, проводить взвешенные и продуманные преобразования в экономике и социальной политике, ориентированные на повышение эффективности. Избранный депутатом Государственной Думы Сергей Коткин досрочно прекратил полномочия депутата окружного парламента. Он ушел, написав заявление по собственному желанию. Его рассмотрели на сессии окружного собрания депутатов. Вы активно представляли и защищали интересы жителей нашего заполярного региона на протяжении трех созывов. Коллеги по депутатскому корпусу поздравили Сергея Коткина с новой должностью и выразили уверенность в том, что богатый опыт государственной деятельности и глубокие знания помогут в работе в Нижней Палате Российского парламента. В соответствии с федеральным законодательством, депутат Государственной Думы не может быть депутатом законодательного органа государственной власти, субъекта или органа местного самоуправления, выборным должностным лицом иного органа госвласти или местного самоуправления, а также замещать иную государственную должность. В этой связи депутат сложил свои полномочия в региональном парламенте. Позвольте мне от себя лично и от регионального отделения партии «Единая Россия» поблагодарить всех от самого сердца за то, что вы поддержали меня, поддержали региональное отделение партии, партию президента на этой непростой, в общем-то, выборной кампании. Я проехал от Уськары до Шойны, получил сотни наказов от жителей Нениска автономного округа, от школьника до лиц самого высокого пожилого возраста. Только сейчас, наверное, приходит осознание того, что люди доверили представлять их интересы в Государственной Думе и Федеральное Собрание. Позвольте мне заверить, что я постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Готов работать с представителем всех уровней власти, со всеми фракциями политических партий, для того, чтобы подставить интересы жителей округа в Государственную Думу и Федеральное Собрание. Готов служить Ненискам автономному округу, готов служить России. Спасибо. Стоит отметить, что у своего депутата, одномандатника в Государственную Думу Ненецкий округ не выбирал с 2003 года. Более того, Сергей Коткин стал первым жителем округа, который будет представлять интересы субъекта в Нижней Палате Российского Парламента. И перед вами стоят уже совершенно иные задачи, совершенно иного масштаба. В первую очередь, на что необходимо, на мой взгляд, обратить внимание, это на законы социальной направленности, касающихся здравоохранения, образования, социальной защиты северян. Северяне находятся в совершенно особых климатических условиях. И те богатства, которые сегодня осваивают северяне, на чем сегодня, собственно говоря, развивается наша страна, должны работать и на благо жителей, живущих в этих непростых климатических условиях. Жителей, живущих на территории арктической зоны Российской Федерации. Это первый серьезный мощнейший блок. Второй блок, на чем я хотел бы остановиться, это поддержка государственной политики в отношении северов, в принципе, и тех стратегических проектов, над которыми сегодня работает Нинский автономный округ. Это и продолжение строительства автомобильной дороги, которая свяжет нас с большой землей. Это поддержка проектов строительства глубоководного морского порта в районе поселка Индии с подходом железной дороги. Глава региона Игорь Кошин выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новоиспеченным депутатом Государственной думы от Нинницкого округа, которое будет способствовать продвижению инициатив региона на федеральном уровне. Полномочия окружного депутата Сергея Коткина прекращаются с 23 сентября. Первое пленарное заседание Государственной думы 7-го созыва запланировано на начало октября. Труженики тыла смогут компенсировать затраты на ремонт своего жилья. А жителям округа, достигшим 80-летнего возраста, больше не придется стоять в очередях, чтобы оплатить взносы за капремонт. Эти и другие не менее важные решения были приняты законодатели Минницкого округа на первой после депутатских каникул сессии. В повестке дня значилось 26 вопросов. Кроме социального блока, парламентарии рассмотрели ряд вопросов, касающихся и других сфер жизни региона. Подробности далее. Часть вопросов прошедшей сессии относилась к социальной сфере. Законопроект о внесении изменений в закон НАУ о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан был внесен в собрание депутатов по предложению губернатора Нинницкого округа. Проектом закона предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки в виде однократной единовременной компенсационной выплаты на проведение ремонта жилья труженикам тыла. Право на социальную поддержку предлагается предоставлять однократно в размере фактических расходов. Законопроект о единовременной компенсационной выплате депутаты приняли в первом чтении с внесением поправок до 10 октября текущего года. Парламентарий Татьяна Бадьяна отметила важность поддержки тех категорий граждан, на которых направлен новый вид социальной поддержки. На мой взгляд, это очень важный акцент. Несмотря на сложности экономические, несмотря на какие-то бюджетные ограничения, мы по-прежнему трудникам тыла оказываем самое почетное внимание и помогаем им в бытовых проблемах, тем самым отдавая дань уважения, которое они заслуживают. На рассмотрение парламентариев также представили проект закона, который касается предоставления жилых помещений Государственного жилищного фонда Ненинского округа по договорам социального найма. Законопроект предусматривает ряд изменений. Представленным проектом уточняются отдельные понятия, представленные в законе, категория «многодетная семья», основания для признания граждан нуждающимся в жилых помещениях, увеличен цен соседлости, изменена учетная норма общей площади жилого помещения, предлагается норма, обязывающая граждан выразить согласие на получение предлагаемого жилья в течение шести месяцев со дня направления уведомления. Закрепляется норма, предусматривающая, что предоставление жилого помещения в рамках закона 702 ОЗ однократное. Таким образом, согласно законопроекту, изменены условия получения жилья по договорам социального найма, а именно увеличен цен с оседлости в Ненинском округе с 10 лет до 15. Изменена учетная норма общей площади жилого помещения с 12 квадратных метров на 9. Следующий законопроект, который парламентарии также приняли в первом чтении, касается оплаты квитанции за капитальный ремонт и основан на обращениях жителей региона. Напомню, граждане, достигшие 80 лет, освобождены от уплаты взносов за капремонт, но ежемесячно им приходится оплачивать квитанции, а затем возвращать эти деньги в виде компенсации. Приняли достаточно важный, наверное, в социальном плане законопроект, который дает возможность жителям, которые достигли возраста 80 лет, ну не ходить с этими платежками почтовое отделение и Сбербанки, что потом им те же деньги через какое-то время вернули. Тем более, что они, по-моему, еще и теряют какие-то деньги, то ли в виде платы за услуги, то ли там, по-моему, возникает еще и налог какой-то на эту компенсацию. Поэтому, действительно, та система, которая была установлена федеральным законом, жилищным кодексом, она в этой части, ну она не совсем правильная. В первом и во втором окончательном чтениях депутаты приняли законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Неницком округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2017 год. Проект закона был внесен главой региона Игорем Кошиным. По сравнению с 2016 годом минимум вырастет на 3,4% и составит 17 092 рубля. То есть ежемесячный доход пенсионера не может быть меньше этой суммы. Если пенсия жителя округа окажется меньше утвержденной законом суммы, то ему будет установлена социальная доплата за счет средств регионального бюджета при софинансировании федерального. Дело в том, что у нас пенсионеры, многие пенсионеры получают пенсию ниже прожиточного минимума. Таких пенсионеров порядка 1 тысяча человек. Поэтому с тем, чтобы они получали доплату вместе с пенсией, не менее прожиточного минимума установлена такая социальная доплата к пенсии. Проект нового закона об оленеводстве в Ненецком округе представил заместитель руководителя Департамента природных ресурсов экологии АПК Сергей Киселев. Необходимость в его разработке и принятии обусловлена тем, что в действующем законе, который был принят в 2002 году, имеется ряд пробелов и неточностей. На сегодняшний день правовое регулирование положения оленеводства в России не определено специальными федеральными законами. Поэтому правовое регулирование основывается на некоторых законах, таких как земельный, лесной кодекс, федеральный закон о коренных малочистах народа севера и также нормативно-правовые акты, регламентирующие развитие и ведение сельского хозяйства. Поэтому тот закон, который ныне действует на территории округа, принятый в 2002 году, не полностью отвечает требованиям этих законодательств. В связи с этим возникла новая необходимость в принятии проекта закона, который предоставлен в России. Новый законопроект содержит три основных блока. Первый – это государственная поддержка оленеводства как отрасли. В нем четко прописаны все виды поддержки оленеводам, в том числе и в селекционной деятельности, в собственном производстве, в переработке продукции оленеводства. Второй блок связан с обеспечением сохранности и рационального использования земельных ресурсов оленейных пастбищ, имеющихся в округе. Третий блок посвящен социальной поддержке оленеводов и их семей. В законе четко прописаны минимальные нормы и минимальные денежные выплаты оленеводам, а также введено понятие «чумработники» и «чумработница». Это сделано для того, чтобы закрепить меры поддержки для пенсионеров-оленеводов. Проект нового закона об оленеводстве депутаты приняли в первом чтении. Сразу в двух чтениях был принят закон об установлении единой даты начала применения на территории НАО порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Согласно документу, налог на имущество физических лиц в Неницком округе будет исчисляться по кадастровой стоимости. Отмечу, что сейчас этот налог исчисляется по инвентаризационной стоимости, которая, как правило, в разы ниже рыночной. Внести такие поправки в окружной закон обязывает Налоговый кодекс Российской Федерации. Введение налога на имущество физических лиц в отношении объектов недвижимости, по которым налоговая база будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов, позволит дополнительно вовлечь в налоговый оборот объекты, построенные или приобретенные физическими лицами после 1 января 2013 года, что увеличит налоговое поступление в местные бюджеты. В случае принятия законопроекта представительным органам муниципальных образований Неницкого автономного округа необходимо до 1 декабря 2016 года принять и опубликовать нормативные правовые акты об установлении налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости с учетом предусмотренных мер по снижению налоговой нагрузки. Подготовительная работа по кадастровой оценке будет проведена в регионе в 2017 году. Первый платеж по новой схеме жители НАУ осуществят в 2018 году, не позднее 1 декабря. В соответствии с федеральным законодательством увеличение налоговой базы по налогу на имущество должно происходить постепенно в течение четырех лет с даты начала исчисления налога по новой схеме. В целях снижения налоговой нагрузки на население Налоговым кодексом России предусмотрены в частности налоговые вычеты в отношении жилых объектов – 10 квадратных метров на комнату, 20 на квартиру и 50 на дом. Кроме того, отдельные категории граждан, владеющие двумя и более объектами недвижимости, полностью освобождены от уплаты налога в отношении одного из них по выбору налогоплательщика. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова